Жители Верхней Пышмы боятся, что их дома могут уйти под землю. Дело в том, что на улице Петрова вырыли огромный котлован, из-за которого асфальт вблизи зданий стал трескаться. Что делать людям, разбиралась Ксения Лукина. Вот столько было, а теперь вот отвалилось все уже. С той стороны обваливается, с этой обваливается, со всех сторон. Местные жители с ужасом наблюдают, как котлован рядом с их домами с каждым днем становится все больше. По действиям снега, ветра и дождя, грунт осыпается. Яма вот-вот дойдет и до зданий, опасаются люди. Прогнозы геологов тоже неутешительные. И без специальных исследований видно, что такое соседство представляет угрозу. Породы такие каменные. Вот там будет стоять, оно никуда не денется. А если вы посмотрите вот отсюда, не подходите близко. Здесь вот такие глина, песочек. И оно видно, что если оттуда посмотреть, вот эта часть будет уходить еще, обрушаться. Поэтому опасно. За год площадь котлована выросла еще на полтора метра. Рухнула и часть забора, который ограждал огромную яму от любопытных глаз. Подходить близко страшно. Люди боятся за своих детей, которые облюбовали котлован, как место для игр. Иногда играем в футбол, иногда бросаем камушки в эту яму. Взрослые только успевают отгонять подальше от опасной ямы местную детвору. А ведь не так давно на этом месте была детская площадка. Котлован в этом дворе появился около года назад. Как рассказывают местные жители, некая строительная компания поставила забор и начала работы. Однако экскаваторы повредили кабель и стройку остановили. С тех пор на площадке больше никто не появлялся. А что это была за строительная организация, жителям выяснить тоже не удалось. А вот в администрации Верхней Пышмы владельца земли знают. Правда, как злостного нарушителя. Предприниматель начал стройку незаконно, рассказывают чиновники. За вырытый котлован ему уже присудили штраф. Никаких разрешающих документов на строительные работы не было. А вырытый раньше времени котлован местные власти настоятельно рекомендуют засыпать. Там грубейшее нарушение именно при производстве организации строительства. На сегодняшний день действительно объект представляет, по моему мнению, угрозу. И вот сейчас, я думаю, что мы должны до праздников эти вещи уже урегулировать, в том числе с прокуратурой. Как говорят чиновники, засыпать яму недолго. Сложнее получить на это разрешение. Однако теперь, когда жалобы от жителей есть в прокуратуре, доказать опасность котлована с точки зрения закона будет проще. И по предписанию надзорных органов яму, скорее всего, ликвидируют. А все расходы, а также штрафы придется оплатить нерадивому владельцу земли.